Всем привет! Сегодня у нас очередная посылка и вот такая вот приехала у нас сегодня квадратный пакет. Квадратная посылка. Внутри здесь должна быть мужская сумка через плечо из ткани, тканевая. Давайте посмотрим, так ли это. Проблема, как обычно, это ее правильно надрезать, правильно открыть. Не знаю, боюсь я пользоваться этими всеми скальпелями, ножички есть у меня, когда я там точно знаю, что ничего я не поврежу, а так подойдут обычные ножницы для вскрытия таких посылок, ничего сверхъестественного не нужно. Да, действительно, тут лежит какая-то сумка. Сумки, они приходят, обычно вот так и приходят. Лежит пакет, который почтовый. Внутри пакета лежит товар в еще одном целлофановом пакете. И внутри целлофанового пакета уже лежит сама сумка в мастерчатом пакете. Отложим. Вот она сумка. Сумка сделана, ну вот сразу нитка торчит. Нитку обрезать можно. А, тут надо аккуратно обрезать, тут узелок развяжется. Аккуратно. Ну, ткань прикольная. Ткань как будто плотная, такая, как будто пропитанная чем-то. Ну, не пропитанная, но как плотная, как рюкзаки делают, вот из ткани такой вот плотной. Да вот такая, из такого она материал сделана. Прострочка ровная, хорошая, мне нравится прострочка. То есть вы видите, да, то есть вот эти вот части, очень похожи, кстати, на кожу. Может быть, это и кожные, и есть, настоящие. Сейчас понюхаю. Да, пахнет кожей. Пахнет кожей. Вот эти штуки кожаные. Ремешок. Ремешок есть, он внутри вот тут вот спрятан. Ремешок тоже крепкий. Вот, из такой же ткани. Внутри молния. Молния, давайте проверим, работает или нет. Молния. Вот, китайцы. Вот молния. Она перекручена. Ее... А, подождите. Господи, это я перекрутил уже. Думал, что уже китайцы перекрутили. Нет, молния застегивает. Фух. Это хорошо. Внутри. Ну, вам плохо видно. Внутри сбоку два маленьких кармашка. Вот таких для мелочевки. И один кармашек на молнии. А основной отсек, он один. То есть, нету там никаких вот дополнительных каких-то отделений на два, на три, там, или на сколько-нибудь. То есть, одна дель. Ну, получается довольно вместительный такой... Вместительная такая довольно сумка получается. Довольно широко. Можно все положить. Единственное, что будет болтаться, все. Вот сбоку я забыл, да, вот еще сбоку есть один карман. Маленький. Сюда, ну, мобильник, деньги, ключи от машины, что-то такое. С этой стороны еще, да, вот один есть. Еще меньше. Сюда точно, наверное, только бабки можно положить. Вот один карман. Вот этот вот, сюда какие-то, что вы часто достаете. И внутри под замочек можете положить что-нибудь. И основной большой. Ну, в принципе, распихать можно. Распихать можно. Стоила она, сколько там, 12, а не 12. Сколько же это? Ну, это, в принципе, прилично. Такую сумку 12 нормально. То есть, у нас, как бы, ну, стоило бы, ну, или столько же, или, ну, скорее всего, дороже. Вот. Они бы стоили где-то порядка от 40, от 40 долларов. Такие сумки 30-40. То есть, минимум, в два раза дешевле можно взять на Китай. Ссылочку я оставлю под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, пока.